Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдемарко. Ну как вам Вальдемарко, не? Так что я постригся. Такой красивый. Сейчас я поеду до дома до хата, ребят, но я буду ехать против солнца. И не знаю, как это все будет выглядеть, но посмотрим, да, как оно будет выглядеть. И буду тарахтать, как обычно. Сейчас попробуем развернуться. Никого до мая. Знаешь, чтоб детей не было. Детей много. Район такой, детей много. Вот так вот. Видите, какой забор такой. В общем, сейчас после солнца наглядать ничего не будет. Короче, ребятки, поехали я маленько сидя в порядок привести. Оброс то уже. Когда, когда это все это кончится с парикмахерскими? Ну, мы постоянно, в принципе, в приват и постригаемся. Ага. Значит, давай я подожду. А сам он поворачивает. Олескля. Видите, как, ребятки, тоже такие домики. Здесь частный, частный тоже сектор здесь, частный домики такие. Сегодня у нас погода исключительная. У нас погода сегодня 321. Чуть не сказал 31. Ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас, ребятки, мы заедем в одно место с вами. Надо пропускать. Ну, это нахуй, нахуй, нахуй такой. Ага, наконец-то, сообразил. Сейчас мы заедем, тоже повернем. Вот здесь, наверное, повернем. Как я думаю. Сейчас, ребят, мы здесь повернем. Там тоже домики частные порастроили, да? Проедемся просто, посмотрим. Какие тут крыши хорошие. Вот именно, обратите внимание на крыши. Видите, как черепица, она же блестит. Видите, как же, аж блестят крыши. Это именно черепица такая. Она как лакированная, наверное, что ли. Есть что-то хорошо, это черепица, что она это. Ну-ка, давайте пропустим эту мужичку. За счет он едет за мной, я потихоньку хочу ехать. Она хорошо, значит, именно, как правильно, от моха. Видите, как все здесь. Здесь очень много наших братьев живет, рысаков. Еще один вылазит. Сейчас мы здесь прокуроркуемся, маленькую сторону возьмем. Одно, что плохо, что здесь не разъедите. Видите, такие даже домики. Смотрите, какой прямо дом хороший, да? Аж блестит крыша. Сейчас проедемся. В эту сторону возьмем сперва. И надо мне где-нибудь потом будет здесь развернуться, чтобы вам показать другую сторону домиков. А уже есть улица. Вот я быстрее круг сделал. Ага, как мне бы сейчас развернуться. Видите, строительные работы идут, поэтому они тут тоже катаются. А я для тебя хотел туда заехать. Посмотрим. Видите, как тут все узковато. Отличные домики. Я с собачек побежала. Я говорю, тут надо ехать осторожно, потому что сейчас погода стала более-менее теплая, да? И тут очень много, много детей. И тут надо очень осторожно. И люди пешком идут. Я попробую здесь развернуться. А ты упадешь в солнце поедем, наверное, да? Наверное, вторую камеру будет видеть, наверное. Просто пока я был в этом районе, ребята, то что я постригался, да? И хочу сразу вам просто сказать, заскочила по пути. Потому что, если домой я как поеду, буду ехать против солнца. И там ничего видать не будет. Как, допустим, сейчас тоже я вот еду. И ничего не видать против солнца. Видите, тоже мужик припарковался. Наверное, живет он здесь, что так смотрит в мою сторону. Думаю, что он дурочек катается туда-сюда. А я поэтому и катаюсь, чтобы вам показать домики, да? Да, вот Белый домик хороший. Ага. Сейчас дальше проедем. Там племянник тоже построил. Но мы к нему заезжать не будем. Племянница там, да? Тут еще, как сказать, новые постройки. За буквально, может быть, 4-5 лет вот так вот. Именно вот этот вот и застраивался еще здесь вот. Видите, все построено. Здесь, по-моему, племянник живет, наверное, туда заезд. Да, туда заезд. Там и вон дом. Попробуем развернуться. Как я уже сказал, ребята. Улицы, конечно, тут узковатые, сильно узко. Тут даже и не развернешься. Сейчас я попробую на траве развернуться туда. Как-то, наверное, дорога-то идет туда. Поедем дальше, ребята, да? Дорога-то идет. Да, дорога-то здесь идет. С дамой собачкой. Куча ребят взрывов, сам не знаю куда. Вы сейчас смотрите домик, какие хорошие. Исключительно. Здесь мне нравится даже. Планировка, ставка этих заборов нет, видите. И все так сделано. Аккуратненько. Так, куда мы приедем? Куда мы приедем, наверное, да? На. 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 Поехали побыстрее. Еще для вас такая вот небольшая экскурсия, не? По этим частным домикам, так скажем. Вот так. Где мило? Кто-то мне отсюда выехать уже, наверное. В эту сторону, наверное, надо выехать, да? Будет правильно, наверное. Если я правильно сориентировался. Да. Ну, дизелек мой, конечно, шумит. Ха-ха-ха. Тоже такая машинка, как у меня. Ну, вот я, короче, выехали туда, куда я заезжал. Так, вот, вот что, все нормально. Лежащие полицейские. Все, ребята, сейчас будем против солнца газовать. Это тоже, кажется, если вам видать, конечно, вообще все солнце не мешает. Вот справа, слева. Это уже тоже, видите, как особенно с правой стороны все стандартные такие домики. Смотрите, все крыши стандартные идут. Видите? Это как будто они как строились, наверное, в один год. Все стандартное, видишь ее? Видите? А вот, собственно, с левой стороны, тут уже по повыше домики идут. Все это частный сектор. Очень много людей, конечно, простроились. И строится еще сейчас. Конечно, как мы уже говорили с вами, да? Дороговато, конечно. Все дороже стало намного. И все-таки, ребята, земли у нас не найдешь, чтобы построиться. Все занято, все скуплено. Дома тоже, конечно, есть, которые продаются, но, в принципе, не дешево. Для наших, по нашему ценному, как мы живем тут, в этом городе, для нас это, конечно, тоже не дешево все это стоит. Потому что у нас тут зарплата все-таки намного меньше. Ага. Такой нет у нас индустрии здесь, чтобы... как ты хочешь куда мужики? И куда ты не хочешь езди. Индустрии нет, ребята, поэтому тут у людей зарплата небольшая, да? Вот. Люди все равно покупают, берут кредиты, потому что деньги на сегодняшний день, они обесцениваются. Они обесцениваются. Держать их под подушкой смысла нету денег. Их тоже дороги местами хорошие, местами барахло. А здесь сейчас уже идут многоэтажные домики. Тут тоже раньше, тут очень много наших братов, брата нашего жила. Мы жили здесь, они. Ну все, мы же поворачивать будешь? А что ты смотришь тогда? Я за тебя. Ага. Видите как? Я думал, хочешь повернуть здесь, через зебру проехать? Ну какого черта ты с тобой? А вон ты хочешь поворачивать? Давай, позой. И когда ты поворачивать будешь? У нас красненький. Здесь вот еще повернуть направо, это будет в русский магазин. Но нам туда не надо. У нас недавно уже сегодня там была. Получилось, ребята, сегодня такая котовастя. Короче, сейчас я вам расскажу. Короче, к утрам я что-то засуетился. И оставил телефон дома. Ха-ха-ха. Конечно, у меня на работе ребята все подкалывают. Потому что у всех телефонов. А я сижу-то один без телефона. Я говорю, не поверите, ребята, год назад или два года назад. Чтобы я когда-нибудь так думал, что без телефона, как без рук. Ну никогда бы я такое не подумал. А то действительно сидишь на этой паузе. И не знаешь, чем заняться. Все сидят, мужики кажут, что-то ищут с телефона. Смотрят. И не поговоришь ни с кем. Начинаешь разговор заводить. Коротко ответить, и все, им некогда. Вот так сейчас мы общаемся, ребята. Такое общение. Короче, забыл телефон. И теперь еще собрал столько, чтобы все заработает. Поехал я домой. И думаю, надо видео снять. Заехал сперва я в порт. Думал, там сперва видео сниму. Все там припарковался уже. Все там стало удобно. Чтобы, значит, солнце не попадало. Только начал снимать. А там рядом стоял грузовой автомобиль. И у него херак это, заработал этот холодильник. Ё-моё, опять шум. Поехал дальше маленько. Туда тоже заехал. Там столько много людей. Столько много народу. И это самое... Ну, как-то неудобно людей. Людей хотите снимать. Знаешь, как вы видите, погода хорошая. У нас сегодня 27 градусов тепла. И, в принципе, тепло. Ветерка нету. Это с завтрашнего дня, по-моему. На выходные как раз будет 3 дня. Вот такая погода. Будет ветер, ветер, ветер. И это самое... А людей столько много. И тоже не стал снимать. Думаю, неудобно. Там камеры будем махать. Там каждому объясняю потом. Думаю, ладно, поеду домой. Тогда, может, дома что-нибудь придумаю. Домой приезжаю. И Валентин Иван сразу. Что? Телефон забыл? Удачи, она была... Это не нам. Она, короче, была дозвонилась. Что мне сегодня нужно пострыгаться. Она говорит, я звоню. Звоню. А ты, говорит, не отвечаешь. Пришла домой. Отвой телефон лежит. Вот такая петрушка, ребята. Поэтому я сразу бегом поехал. Потому что по времени было уже пол пятого. В принципе я успел. Видите, как новые машины. Специальная пленка такой обматанная. Еще вам будет еще видать, ребята. Я думаю, что она стоит против солнца. Сейчас вам будет видять. Видите как она? Машины Пленка обделана специально Чтобы они не бились Так они приходят Приходят у нас на кораблях А потом их все это упаковывают Или может такие уже даже приходят Скорее всего наверное Нормально придумали А вот здесь у нас сейчас строят этот туннель У нас тут строят уже Не знаю сколько лет его строят Все никак не достроят Поэтому все это временная дорога такая Видео временную дорогу положили асфальт Это все еще временно Иначе было там напрямую она шла А вот уже временную дорогу все равно положили асфальт Все это потом конечно сломают Вот И я уже не знаю сколько лет его строят Этот туннель То есть они хотят сделать так Чтобы Именно в порт Там где именно машины разгружаются У нас очень много же кораблей Приходят именно с новыми Автомобилями И тут их разгружают Там загружают потом на поезд И там машинами вывозят Вот туда 30 лет Видите он стоит там аппарат Он такой уже древний Сколько я тут живу в этом городе Столько он здесь и стоит Но падла он рабочий Видите как уже сеткой закрыли Чтобы его не побили А он рабочий Вот Поэтому они хотят сделать здесь туннель Чтобы под городом не ездили Грузовые автомобили А именно будет под землей И как раз будет выходить в этот порт Там где уже будут эти машины разгружаться Вот Строить его уже давно Что-то приостановилось было Ну как обычно ребят Денег не хватает Рассчитывают как они На такую сумму допустим Так же ребята извиняйте Что я заматерился Как обычно получается Помните даже в Берлине Аэропорт строили То есть больше вы даже его не сделали При том сколько лет прошло Так же самое здесь Денег не хватает Рассчитывали на одну сумму Или планировали на одну сумму Ага А не получается Теперь опять деньги нужны Опять деньги нужны Вот так вот строится тоже в Германии Ребятки Денег не хватает Куда-то деньги уходят Ихрен его знает Как-то тоже умудряется Наверное Бабосики В карманчик положить Так что ребята Сейчас мы уехали на автобан Номер 27-ой автобан В принципе Он почти всегда пустой Но в это такое время Как сейчас Вот у нас Сколько у нас сейчас? Пять часов Как раз именно вот Кринец рабочего дня И тогда он Более-менее уже Забит его Потому что все едут с работы Тогда уже многих машин многовато здесь А так в принципе Если в субботу В субботу Или в воскресенье Выехать В общем машин тут нету Вот Вот такие дела ребята А что это вы тормозите Вы же на легковых автомобилях Топите язву вас Перестраивайтесь Перестраивайтесь Вот сотни едут А дурочек посередине едет Наконец-то сошел Если вы ребята видели Тут Вот он смотрит Наконец-то Какой-то один упрямый Кое-как едет Вот машина идет Грузовая Да идет Насколько настольник Наверное идет И в принципе И положено 80 с копейками Ейте никак обогнать не могут Вот такой поток мощный Опять тормозится Видите Левая полоса тормозится Вот здесь что-то Вот представьте Еще объехать В общем Тысячу километров И вот такой какой-нибудь Идиот Исперед Так попадает Если Да Все ребятки На этом будет Наверное все Просто такое Короткое видео Потому что я Поотстригался И Заодно сразу думаю Проеду в новом районе В котором даже Я еще сам не был На племяннике Я заезжал А вот все такие Маленькие другие До улицы Я там ни разу не был Просто решил вам Тоже показать Видит Контейнера Бозди Корабли Приходят с контейнерами Вы тоже видите Все по адресату И уходится Так Надо перестраивать Скоро съезжать Ага Я же прощался уже Все ребята На этом будет все Ставь лайки Балалайки Как я уже начал Говорить Что Пока я Был там В том районе Решил Тора ставить Показать Для разнообразия Чтобы посмотрели Допустим Мы Последний раз Где-то я катался Там наверное Не новые постройки были Я уже даже сам не помню Но здесь Более менее Район он новый Ну может быть 10 лет 10, 7, 5 Вот так вот В таком районе Так что ребята Всем большое спасибо До следующей встречи Я не знаю Как получилось Это видео Потому что Я думаю Что все-таки Подним солнце А она снималась Наверное Ни хера не получится Ну как бы оно не было Ребятки Не Все Пока Здесь еще встречи Я ходу и камеру Отключать не могу Придется еще Маленько дальше ехать Специально Вот не самое Не включил я климу Чтобы звука Отдачься Чтобы Когда ветерятор Работает Ничего не слыхать А теперь у меня Жарко в машине Раздушно Я сейчас Сейчас показывают У нас плюс 18 Секр … Не осознавание Раздушена Текamat Секр assessed Продолжение следует...